Шестая часть культового ужастика «Крик» станет самой продолжительной в истории франшизы. Информацию о хронометраже, которую уже официально подтвердили представители студии Paramount Pictures, разместила на своём сайте крупная американская киносеть Regal Cinema. Новая глава слэшер-серии будет идти с учётом титров в 123 минуты. Оригинальный «Крик» и «Крик 4» долятся по 111 минут, а сиквел и триквел — по 116. Вышедшая в кинотеатры в январе прошлого года пятая часть идёт 114. Действие «Крика 6» развернётся спустя некоторое время после очередной резни в Уудсборо, но на этот раз события перенесутся из провинциального городка в густонаселённый Нью-Йорк. Сёстры Сэм и Тара Карпентер переедут в мегаполис, где последняя будет учиться в колледже. За ними последуют другие выжившие персонажи, включая близнецов Минди и Чеда. На новом месте друзья попытаются начать всё сначала, однако просто так закрыть глаза на случившееся получается не у всех. Сэм не отпускают так называемые «призраки прошлого». Неприятности начнутся после того, как на них откроет охоту новый загадочный маньяк, но в той же «Маске призрачного лица» и в чёрном балахоне. Премьера готовится на 10 марта. Одни из главных ролей исполняют Дженна Артега, ставшая крайне узнаваемой после выхода сериала «Уэнсдэй», и Куртни Кокс, известная по друзьям. Сборы фильма «Аватар. Путь воды» за пределами США превысили 1 миллиард 538 миллионов долларов. Таким образом, по сборам на международном рынке, сиквел вышел на третье место, обойдя «Титаник». По общим сборам «Титаник» всё ещё впереди, но «Аватар 2» догоняет. Разница уже меньше 20 миллионов долларов. Совершенно точно до конца недели «Путь воды» обойдёт «Титаник» и здесь. Благодаря успеху «Аватара 2» режиссёр Джеймс Кэмерон стал создателем трёх из четырёх самых кассовых фильмов в истории. А сейчас он доделывает третий «Аватар», который тоже имеет шансы оказаться на первых строчках мирового бокс-офиса. Продюсер Джон Ландао дал интервью изданию «Варайти». В нём он поделился интересными подробностями о будущем франшизы. По словам Ландао, в «Аватаре 3» появится агрессивная и вулканическая раса Нави – народ пепла. Выглядит она следующим образом. Вождём племени выступает Варанг, чью роль исполняет актриса Уна Чаплин, которую вы могли видеть в «Игоре престолов». Она – внучка Чарли Чаплина. Есть хорошие люди, а есть плохие. Как отмечает Ландао, это относится и к народам Нави. Зачастую люди не считают себя плохими. Что является первопричиной того, как они превращаются в то, что мы воспринимаем как плохое? Возможно, есть ряд факторов, о которых мы не знаем. Эту тему авторы разберут в третьей части. По сюжету, между первым и вторым «Аватаром» прошло больше 15 лет. А вот третья часть стартует сразу после сиквела. Поэтому Кэмерон и снимал «Аватар 2» и «Аватар 3» одновременно. Он не хотел, чтобы дети сильно повзрослели между съёмками двух фильмов. Главным героем станет Луак, младший сын Джейка и Найтири. Именно он заберёт у отца статус рассказчика. В пути воды Луак проделал большой путь. Он ссорился с соплеменниками, зарабатывал их уважение и дружил с огромным китом Паяканом. Неудивительно, что Кэмерон сделал ставку на персонажа. Тот очень полюбился зрителям. Также больше времени уделят Кири, дочери доктора Грейса Густин. Триквел уже отснят, но изменения возможны. Кэмерон внимательно следит за реакцией зрителей и будет корректировать монтаж на основе отзывов. Пока что он ждёт, когда уляжется шумиха вокруг премьеры, чтобы трезво оценить настроение аудитории. Стала известна точная дата премьеры фильма «Гладиатор 2». По данным Deadline, Paramount назначила выход на 22 ноября 2024 года. За постановку по-прежнему отвечает Ридли Скотт. Авторы хотят привлечь к работе популярного молодого актёра Пола Мескаля. Ранее проходила информация, что его на роль уже утвердили, но Deadline уточнил, что на самом деле с ним окончательная ситуация пока не решилась. Ведутся переговоры. Пол, если возьмётся за роль, сыграет взрослого Луция, племянника императора Комода, которого спас Максимус. Остальные подробности сюжета пока держатся в секрете. Недавно Рассел Кроу подтвердил, что его герой не появится в «Гладиаторе 2», действие которого происходит через много лет после смерти протеганиста оригинального фильма. При этом Максимус будет иметь важное значение в истории сиквела. Напомним, что оригинальный «Гладиатор» увидел свет в 2000 году и завоевал 5 «Оскаров», включая главные призы за лучший фильм и лучшую мужскую роль. Тогда ведущим актёром был Рассел Кроу. Лидерство Марвел на супергеройском поприще потихоньку трещит по швам. Сериал «Пацаны» от Amazon обошёл по популярности все без исключения стриминговые новинки комикс-гиганта. По данным аналитиков компании Nelson, в 2022-м зрители потратили на просмотр «Пацанов» 10 миллиардов 600 миллионов минут. Сериал занял 11-ю строчку топа самых популярных шоу прошлого года. А самым популярным сериалом стали очень странные дела. При этом в топ-15 не смог пробиться ни один проект Marvel, доступный на Disney+. Хотя Marvel старалась. Она выпустила в 2022-м несколько ярких сериалов. Это «Лунный рыцарь», «Мисс Марвел» и «Женщина Халк. Адвокат». Но ни один из них и близко не так успешен, как «Пацаны». В последний раз сериал Marvel попадал в топ Нилсон в 2021-м. Тогда многосерийная драма «Ванда Вижен» заняла 14-е место. Съёмки четвёртого сезона «Пацанов» стартовали в августе прошлого года. Точная дата его премьеры пока неизвестна. Скорее всего, она состоится в этом году. 16 февраля выйдет бюджетный трэш-хоррор «Винни-Пух. Кровь и мёд». Про Винни-Пуха и Пятачка, которые выросли и стали маньяками. Всему виной Кристофер Робин. Он забыл про друзей и давно их не навещал. Оказалось, создатели этого проекта, изначально казавшегося шуткой, настроены серьёзно и объявили, что фильм гарантированно получит продолжение. Об этом они объявили в Твиттере, показав и постер с цифрой 2. Слоган продолжения гласит «Друзья соберутся, чтобы отомстить». Анонс вышел с фразой «Больше крови, больше мёда». Очевидно, авторы уверены в успехе своего творения. Аудитория явно проявляет к фильму огромный интерес. Настолько, что «Винни-Пух. Кровь и мёд» можно смело назвать самой яркой премьерой февраля. Напомним, что данное произведение стало возможным после того, как произведения Алана Александра Милна признали достоянием общественности. Режиссёр и продюсер Рис Фрейк Уотерфилд специализируются на слэшерах разной степени паршивости, как правило, эксплуатационной направленности. И вот, дождавшись, когда срок действия авторских прав закончится, кинодел дотянулся и до Винни и компании, чтобы вложить зверушкам в лапки нож. Если не ожидать комплексного переосмысления истории в другом жанре, а подготовиться к низкобюджетному месиву бутафорской крови и масок из папье-маше, то, вероятно, можно довольно весело провести вечер. В российских кинотеатрах фильм показывать тоже будут официально. Режиссёр мира юрского периода Колин Тревороу уже давно работает над загадочным фильмом про Атлантиду, а теперь к проекту подключился новый сценарист. Согласно The Hollywood Reporter, разработкой драматургией вместе с Тревороу будет заниматься Чармейн Де Грейд, соавтор и исполнительный продюсер Дома Дракона. Для The Great Атлантида станет первым полнометражным проектом. Ранее она хорошо себя проявила в работе над шоу Amazon «Дейзи Джонс и The Six» и сериалом Disney+, «Звёздные войны Акалит». Изначально прокатом будущей ленты должна была заниматься студия Universal Pictures, но в итоге она отказалась, и материал оперативно перекупила компания Skydance, официально заключив с Тревороу контракт на режиссуру и продюсирование. О сюжете пока информации нет, но по жанру это будет приключенческая фэнтези о невероятно развитой цивилизации, по неизвестной причине ушедшей на морское дно вместе со своим уникальным континентом. Ожидается, что в картине раскроют причину катастрофы. Многосерийный вестерн 1923 приквел Йеллоустоуна официально продлён на второй сезон. Это объявление было ожидаемым, поскольку ковбойская драма с Харрисоном Фордом и Хеллен Миррен в главных ролях понравилась не только критикам, но и пользуется повышенным спросом у аудитории. Более того, в блоке оригинальных шоу 1923 установил новый стартовый рекорд Paramount+, собрав у малых экранов впечатляющие 7 миллионов 400 тысяч телезрителей. Это на 80% лучше прошлого лучшего дебюта в истории сервиса. Шестой эпизод 1923 выйдет на Paramount+, 12 февраля, а завершится первый сезон 26 числа текущего месяца. Актёр Тоби Магуайр, сыгравший Человека-паука в трилогии Сэма Рэйми, готов вернуться к этой роли. Об этом он рассказал в интервью, посвящённом выходу книги о создании фильма «Человек-паук. Нет пути домой». По словам Магуайра, он был очень рад, когда ему предложили появиться в «Нет пути домой», поэтому сразу согласился на участие в фильме. Актёр рассказал, что ему нравятся все серии о Человеке-пауке, и он был бы не против сыграть ещё в одной картине. «Если мне позвонят и спросят, хочешь позависать и подурачиться сегодня? Или хочешь сняться в фильме, или прочитать сцену, или изобразить Человека-паука? Я сразу скажу «Да», потому что почему бы мне не сделать это?» Звезда сериала «The Last of Us» Педро Паскаль недавно зашёл на вечернее шоу с Джимми Феллоном. В беседе с ведущим актёр раскрыл некоторые подробности третьего сезона сериала «Мандалорец». Паскаль отметил, что он не может рассказать обо всём, но заявил, что в продолжении авторы познакомят зрителей с новыми «Мандалорцами». Их будет несколько. Актёр также признался, что в третьем сезоне будет как минимум одна эпическая битва. Педро намекнул, что их в шоу может быть несколько. Когда Джимми Феллон спросил о приёмном сыне, Грогу, Паскаль буквально засиял. «Грогу очень хорош. Он и учится, и учит, защищается и защищает. Думаю, если я скажу ещё что-нибудь, меня заменят». Третий сезон «Мандалорца» стартует на Disney+, с 1 марта 2023 года. Сотрудники Total Film поделились свежими фотографиями из фильма «Джон Уик 4», который стал одной из главных тем мартовского выпуска. На одном изображении можно увидеть встречу героя Киану Ривза с Уинстоном и королём Боулером. Второго и третьего в ленте сыграли Иэн Макшейн и Лоренс Фишберн, соответственно. В четвёртой части Джон Уик посетит Париж, Берлин и Нью-Йорк. Кроме того, Уик побывает в Японии, где столкнётся со слепым киллером Кейном, роль которого исполнит звезда гонконгских боевиков Донни Йен. Авторы обещают сделать новинку самой зрелищной частью франшизы, с большим количеством экшена. Ранее Ривз заявлял, что это самый сложно поставленный фильм, в котором ему пришлось выполнить большое количество трюков самостоятельно. Ривз добавил, что в новой части «Приключений белорусского киллера» на него будут охотиться люди со всего мира, а также рассказал об одной из сцен в Париже, события которой происходят в движущемся автомобильном потоке. Изначально Джон Уик 4 должен был выйти ещё в мае 2021 года, однако из-за пандемии премьеру в итоге отложили практически на два года. Сначала этот фильм хотели показать одновременно с «Матрицей 4». В итоге боевик выйдет на большие экраны 24 марта 2023 года. Доберётся ли лента до России, пока неизвестно. Режиссёром вновь выступает Чадо Стахелски. Что вы думаете по поводу последних событий? Пишите в комментариях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова